на канале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня вопрос по священному писанию видимое противоречие автор письма находит в двух заповедях двух словах божьих как совместить заповедь о почитании родителей со словами иисуса христа кто не возненавидит отца своего и матери тот не может быть моим учеником как передали как 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 нам эти слова господа передает апостол ангелис лука в 14 главе 26 стихе вообще этот стих даже более развернут мы знаем что там не просто про родителей идет речь если полностью прочитать это место то господь говорит если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестер а при том и самой жизни своей тот не может быть моим учеником то есть здесь речь идет не о почитании родителей об отношении ко всем земным привязанностям в том числе и привязанности к себе любимому не только к родителям не только к жене не только к братьям не только к детям но и к себе любимому напомнивать последние строчки при том и самой жизни своей речь конечно здесь не идет о той ненависти которую мы обычно то о том чувстве которое мы обычно понимаем под словом ненависть как гнев направленный и пожелание всего плохого по сути дела проклятие направленное на другого человека даже не изреченные но на уровне чувства полнейшей неприязни отторжения и пожелания всего самого плохого речь идет о другом господь говорит о том что если кто приходит к нему то во многих случаях возникает ситуации когда привязанность к родителям к матери жене детям братьям сестрам и к своим собственным страстям и хотям является препятствием для того чтобы быть с богом для того чтобы идти за ним примерно как вспомним того евангельского юношу который подошел к богу и сказал что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную иисус отвечает ему соблюди заповеди без подробности все это соблюл я уже от юности мы тогда приходи иди продай все приходи и следуй за мной и юноша отошел с печалью потому что имел богатство много вот мы видим на примере этого юноши добродетельного юноша который заповеди все остальные божьи соблюл от юности своей юноша которого господь возлюбил евангелие передает нам эту ситуацию так что иисус посмотрел на него полюбил его и сказал ему вот пойди продай все то есть человек у которого к которому возникает особые личные отношения бог любит каждого из нас но вот это особое чувство особое призвание мы видим что этот юноша отвергает это призвание потому что он имел богатство большое точно также и наличие семьи наличие жены детей послушание родителям привязанность своим собственным страстям и по хотям подчеркиваю это здесь очень важно что это в одном ряду не надо думать что родители или жена являются нашим главным препятствием на пути к богу это такая классическая ошибка неофита препятствием к нашему общению с богом являются чаще всего просто наши похоти и страсти да иногда они направлены и связывают нас с членами нашей семьи но чаще всего особенно в современном мире они направлены на что угодно это пожелание и какого-то да что угодно прям берем все вот восемь страстей нам известных сребролюбие чревоугодие гнев гордыня печаль тщеславие уныние вот все восемь страстей классический берем любая из них живя в нас является препятствием на пути служения пребывания с богом поэтому на этом нужно делать первый акцент добывают ситуации когда привязанность любовь к родителям может оказаться для человека на пути к богу и тогда господь говорит выбери выбери меня они выбери свою привязанность к родителям и вот этот выбор к богу и отвержение в данном случае родителей будет являться для человека той самой ненавистью хотя мы прекрасно знаем из житий святых как по-разному их отношения с родителями складывались даже на примере например двух великих русских преподобных преподобный феодосий печерский убежал из дома отвергнув послушание почитание своей матери мать приходила в монастырь даже каким-то образом его там забрала из монастыря но он вот полностью вот последовал в данном случае прямую славу господа что вот кто не возненавидит оса с матью не может быть на ученику другой величайший русский святой преподобный сергий радонежский так же как и многие другие великие русские святые не уходили в монастырь при всей любви господу и стремление туда уйти до того момента пока не упокоит старость и не похоронит своих собственных родителей продолжая оставаться в почитании послушание своих родителей поэтому вопрос о том даже в ситуации когда мы слышим прямой призыв господа надо ли нам как говорит господь в другом месте вспомним слова евангелия когда один человек подошел к христу и сказал позволь мне пойти и похоронить отца моего и мать моего то есть сначала послужить своим родителям остави мертвых погребать своих мертвецов а ты приходи и следуй за мной иногда этот призыв выглядит вот таким образом что ты должен оставить все и идти за господом прямо здесь и сейчас иногда этот призыв не звучит звучащий явно приходи и следуй за мной реализуется в жизни как в жизни преподобного сергия радонежского который упокоил своих преподобных родителей кирилла и марию которые тоже оказались прославлены в лике святых поэтому давайте мы не будем напрямую увлекаться буквой священного писания а еще знаете однажды давно лет тридцать назад когда я еще не был священником у меня был приятель который в тот момент а мы были неофитами приятель который решил стать монахом и пришел в данилов московский монастырь и попытался там быть сначала трудником а потом уже послушником и как мы с ним разговаривали как любые тогда неофиты на духовные темы он задал мне тогда вопрос страшный вопрос до сих пор мурашки по коже вот я читаю священном писании что я должен возненавидеть отца и матери и все говорят какой это великий духовный подвиг какой же подвиг я и так их ненавижу то есть у человека в жизни была ненависть к своим родителям это не было заповедью божией и наверное для такого человека заповедь божия прозвучала бы так что ты сначала полюби их как-то попытайся простить их принять вот поэтому это конечно не об этом это не говорит о том что мы должны вот так ненавидеть очень многие и действительно так ненавидит и в этом нет никакого христианства речь идет лишь об иерархии ценностей вот что если я люблю своих родителей всем своим сердцем если я почитаю их слушаюсь их пытаюсь их как-то ублажать но послушание и любовь к ним является для меня препятствием на пути к богу тогда надо выбрать бога внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео